В шестом задании нужно найти значение выражения на экране. Для начала запишем это выражение и теперь уже 21 изменим на 3 умножить на 7, а 28 изменим на 4 умножить на 7, для того чтобы легче было найти знаменатель. То есть вместо того, чтобы умножать 21 на 28, мы можем умножить 3 на 7 и на 4 и получить следующее выражение на экране. Таким образом, для того чтобы поделить 1 на дробь, мы умножим на перевернутую дробь, то есть 3 умножить на 4 на 7 окажется сверху и сократив семерки, мы получим 12 первых, а значит 12. Запишем ответ и перейдем к следующему заданию. В седьмом задании на координатной прямой отмечены числа x, y и z, какая из разности отрицательна. Для начала запишем, что z меньше чем x и меньше чем y и пройдемся по всем вариантам ответа. Например, почему y-z будет больше нуля? Если y больше чем z, то y-z обязан быть больше нуля. То же самое произойдет и во втором пункте. То есть если y правее чем x, то соответственно y-x будет положительным числом. Аналогично и третий пункт. x находится правее чем z, поэтому x-z больше нуля. И у нас ничего не остается, кроме того, как ответить, что четвертый вариант будет правильным. Поэтому запишем четвертый вариант, но перед тем, как перейти к следующему заданию, прошу заметить, что в каждом слайде внизу справа появляется квадратик, внутри которого есть ссылка для записи на YouTube канал SimpleMess, вне зависимости от того, где вы его смотрите, отсканировав QR-код. И точно так же возможно связь по вопросам частных уроков через QR-код справа, обращаясь ко мне лично в WhatsApp. В восьмом номере нужно найти значение выражения, которое мы видим на экране. Понимая, что при умножении степеней показатели складываются, определения отнимаются, запишем, что наше выражение равняется двойке в минус шестой степени плюс шестой степени минус минус восьмой степени из-за деления. Таким образом, все выражение равно двойке в восьмой степени, и если умножить двойку на себя восемь раз, получим 256. Запишем ответ и перейдем к следующему заданию. В девятом номере нужно решить квадратное уравнение. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ нужно записать меньшее из корней. Для начала перенесем 2х в левую сторону. Таким образом, получим уравнение х квадрат минус 2х минус 35 равно 0. Дальше, пользуясь теоремой Виетта, скажем, что сумма корней это минус b делить на а, где в нашем случае это единица, поэтому просто минус b, а значит 2. Произведение двух корней должно равняться свободному члену, то есть минус 35. Таким образом, понимая, что у 35 есть делители 5 и 7, моментально заметим, что подходящие два значения это минус 5 и 7. Таким образом, запишем, что ответом является число минус 5, так как это значение меньшего из корней. Эту задачу можно было решить, используя формулу нахождения корней квадратного уравнения. Ее мы встретим в следующих видео, а сейчас переходим к следующему заданию. Вероятность того, что новый утюг прослужит больше года равна 0.94. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет равна 0.85. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года. Нарисуем прямую времени и отметим, что вероятность того, что он прослужит больше одного года равняется 0.94. А дальше отметим, что вероятность того, что он прослужит больше чем два года равняется 0.85. Сделаем вывод, что 0.94 это вероятность, которая равна х, и что он прослужит больше чем два года. Таким образом, х будет равен 0.94 минус 0.85, а значит 0.09. Запишем ответ и перейдем к следующему заданию. В 11 задании нужно установить соответствие между формулами, которыми заданы функции, и графиками этих функций. Для начала вспомним, что если у квадратичной функции коэффициент перед х квадратом отрицательный, это означает, что ветки этой параболы будут направлены вниз. Таким образом, получается, что формула, написанная под буквой v, соответствует третьему графику, в которой ветки параболы направлены вниз. Выпишем общий вид квадратного уравнения, а также запишем, что х вершины будет равен минус b делить на 2а. Таким образом, получается, что в формуле а х вершины будет минус 8 делить на 2, а значит минус 4. Покажем это на графике и отметим, что а соответствует единице. И остается написать, что b соответствует второму графику. В 12 номере центр стремительного ускорения при движении по окружности в метрах за секунду в квадрате вычисляется по формуле а равняется омега в квадрате умножить на r. Где омега это угловая скорость в секунде в минус 1 и r это радиус окружности в метрах. Пользуясь этой формулой, найдите радиус r, если угловая скорость равна 7,5 секунд в минус 1, а центро стремительное ускорение равно 337,5 метра за секунду в квадрате. Ответ дайте в метрах. Для начала выбишем формулу, а затем подставим вместо угловой скорости 7,5. Дальше поделим обе части равенству на 7,5 в квадрате, где 7,5 в квадрате это 56,25. И получим, что радиусом будет 337,5 поделить на 56,25, то есть 6 метров. Запишем ответ 6 метров и перейдем к следующему заданию. В 13 задании нужно указать решение неравенства, которое вы видите на экране. Для того, чтобы это сделать, для начала начертим числовую прямую и найдем корни квадратного уравнения, которые соответствуют этому неравенству. х плюс 4 равен 0, а значит х обязан быть минус 4. Или же х минус 8 равен 0, а значит х обязан быть 8. То есть это те х, которые обнуляют квадратное уравнение. Получается при них неравенство не может быть правильным, потому что слева будет написано 0 и 0 не может быть больше, чем 0. Дальше подставим 0 и поймем, что в первых скобках получится 4, а во-вторых минус 8. Таким образом 4 умножить на минус 8 равняется минус 32, а значит отрицательное значение, которое не может быть больше нуля. Так как х плюс 4 на х минус 8 это парабола, отметим, что соседние участки будут положительными. Таким образом поймем, что четвертый вариант был правильным. Запишем ответ и перейдем к следующему заданию. В 14 задании в течение 20 банковских дней акции компании дорожали ежедневно на одну и ту же сумму. Сколько стоила акция компании в последний день этого периода, если в 9 день акция стоила 555 рублей в 13-й 631 рубль? Для начала поймем, что речь идет об арифметической прогрессии. Запишем, что 9-й член арифметической прогрессии равен 555, а 13-й 631. Получается, что между 9 и 13 днем было 4 раза подорожание на одну и ту же сумму, то есть разница арифметической прогрессии будет 631 минус 555 поделить на 13 минус 9, а именно 76 рублей подорожание на 4 дня, для того, чтобы узнать, что каждый день цена акции становилась на 19 рублей больше. Таким образом, для того, чтобы узнать, какая цена акции будет в 20-й день, возьмем 13-й день и добавим к нему 7 раз ту разницу или то, насколько дорожает акция в один день, умноженная на 7. Получим 631 плюс 19 умножить на 7, таким образом, 764 рубля. Запишем ответ и перейдем к следующему заданию. В 15-м сторона треугольника равна 16, а высота, проведенная к этой стороне, равна 27. Найдите площадь этого треугольника. Для того, чтобы решить эту задачу, достаточно помнить, что площадь треугольника равняется стороне, умноженной на высоту, проведенную к ней, деленную на 2. Таким образом, в нашей задаче 1 вторую умножим на 16, умножим на 27 и получим 216 квадратных единиц измерения. Запишем ответ и перейдем к следующему заданию. В 16-м задании четырехугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 92 градуса, угол CAD равен 60 градусов, найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах. Для начала скажем, что если угол ABC равен 92 градуса и этот угол является вписанным, то дуга напротив него, а именно дуга ADC, будет в 2 раза больше, а значит равняться 184 градуса. Дальше скажем, что если угол CAD равен 60 градусов, то дуга напротив него, а именно дуга DC равна 120 градусов из тех же соображений. Это дает нам возможность посчитать величину дуги AD, а именно 184 минус 120 градусов, то есть 64 градуса. Понимаем, что угол ABD опирается на эту дугу и он тоже вписан, получим, что его градусное значение будет в 2 раза меньше, а именно 64 поделить на 2, то есть 32 градуса. Запишем ответ и перейдем к следующему заданию. В 17 задании диагональ прямоугольника образует угол 63 градуса с одной из его сторон. Найдите острый угол между диагоналями этого прямоугольника. Ответ дайте в градусах. Подпишем важные точки фигуры и скажем, что у прямоугольника диагонали равны, поэтому отметим, что AC равняется BD. А затем также скажем, что пересечения диагоналей делятся пополам, поэтому отметим, что AE равно BE. А это означает, что, например, треугольник BEA равнобедренный, то есть его углы при основании, а именно углы А и B равны, а из условий можно понять, что они равны 63 градуса. Дальше, пользуясь тем, что сумма углов треугольника равна 180, найдем, что угол BEA, а именно острый угол между диагоналями этого прямоугольника равен 180 минус 63 минус 63, то есть 54 градуса. И найдем ответ на вопрос. В 18 задании на клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображена трапеция. Найдите ее площадь. Для того, чтобы найти ее площадь, нужно вспомнить формулу площади трапеции. А именно, что она равняется полусумме оснований, умноженных на высоту, где, подставив вместо оснований 3 и 7 соответственно, вместо высоты 5, исходя из клеточек на рисунке, получим 3 плюс 7 поделить на 2 умножить на 5. Равняется это 25 квадратных единиц. Запишем ответ и перейдем к следующему заданию. В 19 задании нужно сказать, какие из следующих утверждений верны. В первом утверждении касательная к окружности параллельна радиусу, проведенному в точку касания. Понимая только то, что параллельные прямые не пересекаются, уже можно сделать вывод, что если есть касательная, прямые параллельными быть не могут, а значит первое утверждение неверно. Во втором утверждении, если в ромбе один из углов равен 90 градусов, то этот ромб является квадратом. Так как у ромба соседние углы в сумме равняются 180, можно сделать вывод, что действительно все углы будут по 90, а значит, что если все углы по 90 и все стороны по определению ромба равны, он выходит квадратом. То есть второе утверждение верно. Далее утверждение, в котором сумма углов равнобедренного треугольника равна 180 градусов. Так как сумма углов любого треугольника равна 180 градусов, то у равнобедренного, как и у любого другого, сумма всех углов будет 180, а значит третье утверждение верно. Продолжение следует...